Такое придумать сложно. Новая история с детективным подтекстом. Происходит она в восьмом доме на улице Ильича во Владимире. Цокольный этаж, искусственный свет, тепловая пушка. Крепкие мужчины внимательно ищут клад, которому не одна сотня лет. Осколки времени умещаются в женской ладошке. Татьяна Пикунова – настоящая охотница за сокровищами. Из-под толстого слоя земли их поднимают очень бережно. Вещицы – будущие экспонаты нового музея. Музея детектива. Первого не только во Владимирской области. В стране. Мы очень трепетно относимся к каждой мельчайшей находке. Будь то осколок от керамической части посуды, или гвоздь, или монетка. Кстати говоря, мы нашли потрясающую медаль, которая была в отличном состоянии. Возможно, упала в расщелину пола. Медаль, которую давали за сельскохозяйственные заслуги. Новое музейное пространство – любопытное место из 19 века. В разное время он принадлежал видным купцам. Самый влиятельный – Федор Муханов. В городе он держал лавку в торговых рядах, был партнером кирпичного завода и гостиницы «Клязьма». Имел не один, а два автомобиля. Роскошь одним словом. Отсюда богатый артефакт. Вот стеклянное пасхальное яйцо ручной огранки. Предположительно, сделано до 1917 года. А вот осколки керамической посуды с изящной росписью. Это не единственный образец в коллекции Татьяны. Стали все мешки пересматривать с мусором. Нашли еще кусочек. И так 10 кусочков. 10 кусочков от кузнецовской тарелки. И оказалось, что их можно все было соединить. Тут же находки на кирпичных стенах. И в них одна видна невооруженным глазом. Мы обнаружили очень красивую дореволюционную кладку. Да, мы сравнили с планом, который был получен из архива. На самом деле здесь было окно. И мы постараемся в новом музее максимально сохранить в первозданном состоянии. К другим обнаруженным предметам нужно хорошо приглядеться. Открытие в расщелине, внутри деревянные фрагменты, которым 170 лет. Есть фрагменты, пострадавшие от пожара. Есть предположение, что это еще те самые фрагменты, которые пожара 1855 года. А это совсем неожиданная находка. Старинная печь, о которой хозяйка дома не подозревала. Трудоемкая, но важная работа только начала большой музейной стройки. Татьяна – руководитель будущего музея детектива во Владимире. Его откроют в этом году цель успеть ко дню рождения мастера авантюрного детектива из областной столицы Татьяны Поляковой. Она родилась 14 сентября. Коллекция строящегося музея уже пополняется. Любимый подарок здесь – книга. Это от невестки-писательницы, которая продолжает ее дело. К нам приехала Анна, которая представила эту книгу, подписала ее в подарок нашему музею. Мне очень нравятся эти слова, где она написала «не останавливаться на достигнутом». Ну и мы, конечно же, не собираемся останавливаться на достигнутом. Очень благодарны поддержке семье Татьяны Викторовны, друзьям Татьяны Викторовны. Цена музея детектива во Владимире свыше 10 миллионов рублей. Львиная часть, средства хозяйки – еще 4,5 миллиона – областной грант. Его потратят на покупку мультимедийного оборудования, в том числе технологий дополненной реальности. В планах и мобильное приложение, и даже виртуальный помощник. Он расскажет посетителям музея о детективе, который впервые был написан в нашей стране, а потом и за рубежом. Популяризировали литературный жанр, в том числе и владимирские писатели. Отдельную экспозицию посвятят Татьяне Поляковой, автору почти 100 произведений, которые опубликовали 43 миллиона раз. Наталья Забнина, Алексей Кандалов, Телеканал. Вариант.